В Балаково на берегах Великой Волги переплелись судьбы людей, почти ста наций и народов, которые дрожат межнациональным согласием. Накануне Дня народного единства в Балакове, как и во многих городах и селах России, прошел большой этнографический диктант. К нему присоединились и наши соотечественники, проживающие более чем в 30 странах. Балаковцы смогли проверить свои знания на площадке, организованной в Балаковском инженерно-технологическом институте. На диктанте присутствовали представители национальных диаспор, чиновники, депутаты, школьники, студенты, в общем, все, кто хотел присоединиться к масштабной акции. Тема традиции, истории, культуры народов нашей страны, конечно же, неисчерпаема. И уместить ее в те 30 вопросов диктанта, конечно же, просто невозможно. Но наша задача всех тех, кто принимает участие в написании диктанта, чтобы после этой акции у нас, у жителей России, появилось желание узнавать свои корни, больше узнавать о жизни тех людей, которые рядом с нами. Ибо знание является основой для взаимного уважения и согласия между людьми разных национальностей. Какой из районов Саратовской области не входил в состав Республики немцев по Болжье? Какой знаменитый историк изучал саратовский фольклор? Какой народ России включает горную и луговую группы? 20 вопросов на знания культуры и истории России и 10 о нашей малой родине Саратовской области. Как говорится, народов много, страна одна, поэтому и задания были очень разнообразными. Есть такая поговорка восточная – своих корней не знают только пересохшие в пустыне ручей. И люди тоже, как реки, пока они помнят свое прошлое, сохраняют память о нем, тогда, значит, они живы, народ этот существует. Во время диктанта звучали вопросы не из школьной программы, поэтому участникам нужно было продемонстрировать высокий уровень эрудиции и широкий кругозор. На выполнение задания отводилось 45 минут. Столько длится обычный урок в школах. Результаты теста будут известны 12 декабря. Но по опыту прошедшего диктанта победы гораздо важнее неполученные баллы, а желание узнать о родной стране побольше. Никогда не стесняюсь принимать участие, чтобы понять, насколько эрудирован в той или иной области. По диктанту победы все здорово было. Сейчас проверим свои силы на этнографическом диктанте. Интересно не просто даже проверить себя, а просто расширить кругозор, узнать что-то новое. Узнать, правильно ли ты ответил на вопросы, в принципе, можно и сейчас. Не дожидайся публикования результатов. Просто загляните в учебник или в интернет. Кстати, тем, кто не смог присутствовать на площадке диктанта, выполнить задание можно с 1 по 4 ноября онлайн. На официальном сайте minethno.ru